приветствую ребята в этом ролике я покажу очень интересный тест я посмотрел идея пришла после просмотра ролика алексея типцова ссылочку на этот ролик я дам он стрелочным прибором мерил насколько качество отличается у разных кабелей насколько сжирается мощность именно научи 430 105 145 вот и в данном случае у меня накопили количество определенных хороших кабелей и не очень я решил вот на стрелочном приборе суряком уже ки взял который меряет дерьмово ксв но мощности частоту он показывает верно и геррика ритон жека спасибо ему также за кабель он не подогнал он маленько рк-54 8а 90p это 5 это эквивалент 5 df 5d fb также сравнил несколько кабелей рк-52 11 это 4 миллиметровый привет серионе также rg 8 меня очень хороший 10 миллиметровый и также я использовал в тесте finmark 75 омный на котором сейчас у нас все у кого антенны и он принципе обрадовал единственная проблема в том что finmark у меня было не 20 метров а 15 чуть меньше даже метров 13 наверно 52 11 20 метров этого 54 8 тоже 20 и rg 8 так получилось что ну я не хочу пока резать там не 20 метров 27 почти 30 метров поэтому очень характеристично вернее там показания немножко предсказуемо чуть меньше но в общем сами посмотрите ролик я думаю это будет наглядно и довольно интересно посмотреть насколько просто знаете разговор разговором я когда видишь реально насколько сжирает кабель мощность то есть тот же самый сразу забегу немножко по спойлеру рк-52 11 4 миллиметра 20 ватт 20 метров входит 5 почти выходит пол ватта это просто это просто трэш вот но как бы на 27 на 30 нормально но 144 430 там его нельзя использовать ну как бы это просто просто дно вот еще смотрите ролик я думаю будет интересно комментики лайкайте дизлайкайте главная активность желательно ребята комменты оставляйте это мне как-то больше нравится такое общение с ребятами так что приятного просмотра и смотрите так ребята тестируем значит смотрите ну вот у нас тестовая нагрузка для теста будет 50 ом на на это можно не обращать нас интересует не ксв а выходная мощность 50 ом здесь у нас нагрузочное сопротивление частота 145 500 но в принципе это все будет видно на сурекоме смотрим значит да какая мощность у нас будет так так нажимаем четыре с половиной 453 будем испытывать так на 450 так сейчас я частоту изменил 400 33500 еще раз вот частота 446 ну и следовательно будем ставить кабеля разная finmark я буду пробовать так финмарк потом будет кабель маленького диаметра 4 миллиметра к 52 11 потом большой кабель с 10 миллиметровой там пусти 10 миллиметров диаметр вичев и кабель который мне товарищ подогнал rk 50 7 миллиметровый посмотрим какой кабель будет хуже и лучше так ребятки значит смотрите кабель finmark тут его даже чуть меньше чем 20 метров ну почти 20 единственно что вот этот штука будет убивать немножко но не думаю что сильно значит смотрите частота 145 500 сейчас я дам команду так нажми давай нажимай два с половиной вата у нас охренеть ну ладно так частоту меня и меня чистоту меня частоту и нажимай на передачу так тут еще хуже результаты так еще раз нажми так ну все видели да какой результат так себе так убрал я это сочленение которое было тут метра на 3 меньше стало кабеля я не думаешь это будет существенно как-то влиять думаю что он зеленый был поэтому под убивал так она нажми давай жри смотрим сейчас жми на передачу вот 36 получше так частоту меня и меня чистоту так вот у нас 432 вата все спасибо так ну вот видим да такой результат на финмарке просто хотел показать вот финмарк 690 вот и сам разъем видите позеленел то есть это оплетка он как бы на каве у меня использовался не на у кого сама зелень и вы же понимаете данный такого не очень хорошо так сейчас на тесте кабель рк 5211 серёга тебе привет серёга шевчика сейчас протестируем длина 20 метров диаметр 4 миллиметра сейчас увидим сколько у него останется на выходе сколько он сожрет так сейчас я подаю сигнал частота 145 500 нажимаем как мило из 5 ватт на выходе только 141 полтора вата на выходе еще раз тестируем 14 еще раз короче полтора вата если округлять а почти сколько там около пяти заходило так меняем частоту тут наверно вообще будет хуже ну почти 5 ватт вошло вышло 0 5 вата серёга тебе не советую ну ты понял да использовать его на больших но большие антенны это будет просто очень плохо будет как это ребята учтите что finmark 75 омный то есть там ксу 1 и 5 а а здесь 50 ом кабель вот такая вот ерунда ну то есть его можно использовать на 27 еще нечем пойдет но на высокие частоты это прямо говно говнистая так продолжаем тесты кабель вашему вниманию отличный кабель эквивалент 5 вернее наподобие 5 дфб трк 54 8 а 90 п одесс кабель почти два миллиметра у него оплетка ой центральная жила медная все это медь внешний диаметр 7 миллиметров железный такой твердый но 20 метров кусок сейчас будем тестировать значит так момент сейчас подам сигнал 145 550 будем подавать сигнал 289 290 но почти 3 ватта получается доходит видим показания сейчас секунду вот у нас показания на 145 500 еще раз затестим момент очень неудобно но как и есть еще раз кусок 20 метровый так в общем если были бы разъем это было 3 ватта короче так переходим на 400 214 даже лучше чем у финмарка там же финмарка не было 20 метров там где-то метров 11 было то есть два раза меньше хороший кабель достойный могу сказать так и сейчас будет еще еще круче кабель так а вот третий кабель rg 8 иностранный жила 2 миллиметра спиненый диэлектрик диаметр внешний 9 миллиметров почти 10 тоже тут бухта около 20 метров сейчас будем смотреть результаты тут все очень неудобно поэтому я зафиксирую покажу подам сигнал секунду так вот у нас 2,40 2,4 ватта вышло на 20 метрах на ржевосьмом на 145 500 сейчас 430 включу так вот частота 430 2,03 ну надо же учитывать смотрите да разъем здесь как ужасно здесь тоже разъема нет тупо вставляю станцию то есть тут по факту показатели должны быть еще лучше по идее ну вот что-то среднее смотрим вот такие вот показатели так еще раз тестируем подключаю 145 500 вот такая мощь у нас была изначально 4,5 ну не 5, а 4,5 и 430 4,36 вот так вот вот так вот och